Вызвать проливной дождь или даже устроить потоп прямо на сцене театра, теперь возможно и это. Шоу под дождем, родом из Петербурга, но сразу покорило столичную публику своими экспериментами. Как доказательство, в зале нет свободных мест. Зрители задаются вопросом, откуда же берется вода на сцене и куда уходит. Постановщик Рустам Надыршин, конечно, не хочет раскрывать все секреты, но некоторыми все же делится. Пришлось заказать специальный линолеум из Италии, 40 тысяч евро на это потратили, потом установили систему дождя. Проблема не только в том, чтобы вода прибыла на нас сверху, а еще проблема в том, как это убирать. И поэтому мы с помощью всяких насосов и других систем эту воду убираем. Все, что происходит на сцене, выглядит очень оригинально. И многих привлекает не столько актерская игра, сколько впечатляющие эффекты. Полторы тонны воды, километры шлангов и труб, сотни стыковочных узлов. И все это для того, чтобы добиться яркого спецэффекта, настоящего проливного дождя на сцене. Технология достаточно сложна. Вот по этому шлангу вода поднимается на высоту 15 метров и дальше распределяется по всему периметру труб. Ну а после того, как попадают на сцену, превращается в несравнимое феерическое действо. Артисты признаются, что под дождем танцевать очень тяжело. К холодной воде они уже привыкли, но от несчастных случаев на мокром полу никто не застрахован. Травмы бывают, невозможно их не избежать, поэтому танцевать гораздо тяжелее. То есть нужно чувствовать больше равновесие, наверное, сцену больше держать, то есть больше сцепления со сцены иметь. Страшно делать какие-то прыжки, но ради зрителей мы готовы на все. Актеры плескаются в воде, выполняют сложные акробатические трюки, прыгают и бегают по лужам. Но зрители в первом ряду остаются сухими до конца представления. Это специальное, достаточно такое сложное оборудование, которое обязательно, как бассейном укладывается сцена, где не попадает ни единой капли, как, кстати, на пол сцены деревянной, так и в зал. Но никакие сложные технологии не произведут на девушек такого впечатления, как десяток обнаженных, мокрых мужских тел. Поэтому и подавляющее большинство зрителей именно представительницы прекрасного пола. Очень понравилось. Мы уже второй раз, очень довольны. Вот сказали даты, пойдем третий раз. Не залили ли вас водой в первом-то ряду? Нет, нет, ни капельки. Что больше всего нравится все-таки? Удивительные спецэффекты или обнаженные мужские тела? Наверное, спецэффекты, но и тела, конечно, как же без этого. Постановщики готовы и к новым решениям. Уверяют, если справились с дождем, то теперь им под силу укротить любую стихию. Единственное, что еще сдерживает техника, не всегда успевает за творческой мыслью. Да и большинство площадок плохо приспособлены к столь смелым экспериментам. Мария Новикова, Олег Кротков, экстренный вызов.